МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, куда вы поедете? Какая разница? Ну, красиво-то. Кать, ты серьезно? Ну, понятно. Слушайте, сядьте. Ну, сядьте, сядьте, Андрей. Не все так просто. Нужны визы, нужны документы. Кать, ты в розыске. Катя! Ну, кто сказал, что нам нужно ехать за границу? Правда? У меня с Андреем будет шалаш. Подожди, и ребенка там рожать будешь? Я не знаю. Я знаю. Мы поедем в Перетоп. Да, войдите. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, к сожалению, новости не очень хорошие. Мы ищем вашу племянницу, но пока без результатов. Понятно. Но я... Я, на самом деле, немного по другому вопросу. Он странный, поэтому вы как бы... Понимаете ли? В свое время, когда я молод еще был, я любил писать. Любил писать. Подражал даже Антон Павлович Чехову, Ивану Сергеевичу Тургеневу. Вот. Да. И вот сейчас как-то опять все это всплыло, вспомнилось. Решил детектив написать. Ну что ж. Если есть талант, то, конечно, его нужно реализовывать. Вот у меня, например, есть все книги Виктории. Это хорошо. И я вам свою подарю, когда напишу, конечно, когда она выйдет. Мне ваш профессиональный совет нужен. Ну, пожалуйста. В общем, история детектива в следующем заключается. Героиня. Молодая девушка. Совершеннолетняя? Совершеннолетняя. Совершеннолетняя. И, значит, героиня молодая, совершеннолетняя. Она становится свидетельницей убийства. Угу. А убийца, оказывается, ее мать. Вот. Но мать не знает, что дочка видела, как она убивала. Угу. Вот. Что может доказать героиня, если принесет заявление в полицию? Ну, а как было совершено убийство? Просто лопатой. Ух ты, лопатой. Прямо как в кино. Тебя лопатой, вот, пойди убей. Угу. А в каких отношениях была вот героиня с матерью? В плохих. Угу. Ну, что ж, шансов практически нет. Потому что вашей девочке припишут мотив. Оговор матери. Нет, нет. Ну, у матери тоже был мотив. Она устраняла соперницу. Так. А в вашем романе дело было возбуждено об убийстве? Нет. А оформили как несчастный случай. Ну, что ж, шансов практически нет. Ничего ваша девочка не докажет. Хотя, хотя вы знаете, вы поменяете орудие убийства. Ну, пускай вашу жертву застрелят или зарежут. А лучший способ – это расчлененка. Ну, знаете, следов много. И потом действия на 500 страниц. Да, расчлененка – это хорошо. Но нельзя, понимаете, ни пистолет, ни нож нельзя. Потому что она убила нечаянно. Ну, тогда посадить преступницу в тюрьму у вашей девочки шансов нет. Скажите, а что? Вот эта вот ваша девочка совсем маму не любит? Нет, почему? Она любит. Наташа, почему печенье не ешь? Привет всем. Андрюш, сынок приехал. Я дома. Ты что, решил вернуться? Да, я очень соскучился. Так, пошли. Особенно по тебе, мам. Идем завтракать. Нет, нет, я перекусил, правда. Сейчас распакую вещи и на тренировку. Оказывается, жить не могу без корт. Хорошо. Давай. Хорошо, давай. Давай. Слушай, я уже не надеялась, а? Слава богу, если он снова решил вернуться к теннису, значит, что он вышел из депрессии. Слушай, видела радостно какой, да? Да. Светится. Ты тренировался где-то? Да нет, как-то было не до тенниса. Ты в прекрасной форме. После такого длительного перерыва. И видно, что соскучился по игре. Сам не думал, что настолько люблю теннис. Не думал он. Теннис ничто не заменит. Даже любовь. Да нет. Как раз это любовь ничто не заменит. Любовь? Я развелся недавно и стал смотреть на жизнь по-другому. Ну ладно, иди переодевайся. До встречи. Спасибо. И помню, твой конек – сильная подача и четкий смеш. Привет. Хорошо поработал. Привет. Как ты? Сносно. Ну, ты молодец. Ты о чем? Ну, неужели непонятно? Явно не о том, что ты любишь бить по восходящему мячу. Смотри-ка. Наблюдательная. Да, я вижу намного больше, чем ты можешь себе представить. И даже заметила, что ты опять в норме. Видимо, я смирился с потерей Кати. Хотя это, наверное, было нелегко. Какая же ты все-таки дура. Куда же ты поехал, Андрюша? 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 Я за Андреем. Он уже собрался? А он на тренировке. Он вещи забросил и побежал. А-а-а, я забыл совсем. Он же предупреждал меня. Зато я тебя увидел. Чего делаешь? Вот фотографии смотрю. Можно? Конечно. Ты знаешь, а у меня совсем мало фотографий Андрея. Хорошо, что он домой вернулся, правда? Да. Но знаешь, Джей, все равно тревожно. Поскорее бы он с тренировки пришел. Наташа, детей надо уметь отпускать. Детей надо защищать. А он не волнуйся, ты-то. Все будет иначе, я тебя уверяю. Иначе? Угу. Дима, вы что с Андреем? Вы меня что-то скрываете? Да нет, ну что ты. Ты знаешь Андрей гораздо лучше меня. Я могу взять эту фотографию? Ну мне пора, на самом деле. Я пойду тогда. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Не за что. Ты прекрасно выглядишь. В общем-то, как и всегда. Пока. Пока. Пушкин, Толстой, Достоевский, Куприн, Чехов. Все уже это читал. Хочется что-то выбрать для души, чтобы как-то отвлечься, что ли. Ну, почитай. Книгу о любви. Лен, да все хорошие книги о любви. Ты это читал? Ну-ка, что это? Айрис Мердок, Черный Принц. Человеческая душа стремится к познанию вечности, и только любовь и искусство, не считая некоторых религиозных переживаний, приоткрывают нам ее. Любя, мы почти отрываемся от эгоистического я. Хорошо сказано. Вот так и есть. Спасибо. Сегодня же и начну. Читай. Ты с тех пор, как пропала Катя, ты читаешь только сутки новостей в газетах. Молюсь каждый день, чтобы Катя нашлась. Найдется, Леночка, обязательно найдется. Вот о чем хочу тебя спросить. Послушай. Ты человек более тонкий, чем я. Наверное, лучше разбираешься в людях. Как тебе, Надя? Понравилось? Ну, милая, хорошо воспитанная девушка. Сразу видно, что Диму любят. Да. Видно. Так же, как видно, что он к ней равнодушен, это чем-то сразу бросается в глаза. Ну, я думаю, что Дима до сих пор любит Наташу Бондарчук. Поэтому не может построить новых отношений. Кстати, он знает, что Наташа выходит замуж? Конечно, знает. Надеюсь, это ему пойдет на пользу. Наконец, перестанет жить прошлым, иллюзиями. Хотя, по правде сказать, любовь не так просто выбросить из сердца. Не беспокойся. Безответной любви не бывает. Когда-нибудь он отступится. Может быть, Надю полюбит. И заживет с ней спокойно. Да-да. Он должен понять, наконец, что Наташу он потерял навсегда. И с этим ничего не поделаешь. Да-да. Извините. Добрый день. Семен Кузьмич, а можно вас попросить какую-нибудь книжку почитать? Да, конечно. Семен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, слишком пестрое. Да нет, Кате нравится, яркое. Да? Красивое платье, правда? Берите. Но поверьте, женщине, которая уже сама была в положении, пока что лучше комбинезонов для беременных ничего не придумали. Да? А в нем разве удобно? Конечно, гораздо удобнее, чем в платье. У нас женщины их мигом разбирают, а через пару месяцев своих мужей присылают за размером побольше. Я вам сейчас покажу. Извините. Разрешите пройти? Да, конечно. Извините. Да, пожалуйста. Вот, посмотрите. Это из новой коллекции мы сегодня получили. Ой-ой-ой, нет. Большой. Катя в нем утонет. Что вы. Вот здесь немножечко затянуть, и общий вид от этого не пострадает. Да? Скажите, а чем вот эта модель отличается вот от этой со скидкой? Ну, конечно, ценой, но здесь на четыре кармана больше. На четыре кармана больше? Здесь на четыре кармана больше, надо брать. К тому же застежки здесь очень удобные, и вы же видите, цвет гораздо насыщеннее. Да. Представляю в нем Катю. Она будет похожа на муми-тролля. Ну, скорее на муми-маму. Вы знаете, еще один немаловажный момент. Да. В комбинезоне она ведь не только во время беременности сможет ходить, но и после родов, потому что фигура не сразу восстанавливается. Убедили. Берем. Ну, вот и отлично. Я на кассу отнесу. Хорошо. Повешу секунду. Скорее бы увидеть Катю. Представляю, как она обрадуется. Главное, чтобы по размеру подошел. Да подойдет. У нее живот растет, знаешь, как быстро. Еще раз сюда придешь. Пойдемте. За размером побольше. Идем. Смотри, как я недовольна, а? Особенно Андрей. Неужели эта дурочка все-таки жива? Неужели она нашлась? Может быть. Я случайно услышала, что вы разговаривали о Наташе? Так вот, вы не думайте, я все знаю. У нас с Димой нет никаких секретов друг от друга. Я знаю, что Наташа – это великая Димина любовь. Но это было очень давно. Чувства, даже самые большие, со временем проходят. А мы с Димой подходим друг к другу. У нас всегда есть о чем поговорить. Да, это важно. И самое главное, мне кажется, я действительно ему очень нужна. И мы обязательно поженимся. Да, Дима мне сделал предложение в Штатах, но я решила повременить. Ну, знаете, все-таки как-то проверить чувства. Ну, правильно. Мы должны отвечать за те поступки, которые совершаем. Тем более, у вас в семье сейчас не лучшая ситуация. О какой свадьбе может идти речь? Ну, пройдет время, и мы обязательно с Димой поженимся. Извините. Что такое? Наташа, ты лучшая девушка на земле. Битная девочка. Димка в юности часто перечитывала эту книгу. Саша, смотри. Это первый ее новогодний утренник в детском саду. Помнишь, она нас тогда заметила? И закричала, папа, мама. Побросилась к нам. Мы так смеялись, помнишь, Саша? Ну, конечно, помню. А как ее звали, воспитательница-то? А, Людочка. Людочка, правильно. Она еще так расстроилась, что Катя стишок не прочитала? А в год она сказала свое первое слово. Аиста. Я тогда так расстроилась, что первое слово было не мама. Да. А когда у нее зубы-то выпали, как она шепелявила. И буквы Р не выговаривала. Да. А я же куда-то собирала ее молочные зубки в какую-то шкатулку. Надо бы найти. Бедная моя девочка. Бедная Катюша. Перестань. Да ты во всем виноват. Ты мало ей внимания уделял. Это ты одобрил, чтобы она встречалась с этим паршивцем. Андрей не паршивец. Ты так думаешь, да, Саша? Я не понимаю, как вообще ты можешь спокойно жить, работать, дышать, когда пропала твоя единственная дочь. Я не понимаю. Может, ее уже на свете нет. Может, этот урод ее убил. Не говори ерунды. Это все из-за тебя. Это все из-за тебя. Если бы ты не одобрил эту свадьбу, все было бы хорошо. Нет, Лариса, если бы ты смирилась и оставила бы их с Андреем в покое, ничего бы не произошло. Но ты сделала все для того, чтобы потерять доверие дочери. Вот и результат. А ты знаешь, какая самая большая проблема в нашей семье? Это слабые и глупые мужики, которые клеят грязных шлюх. И ты не исключение. Ты ведешь себя просто неприлично. Самое время говорить о приличии, когда пропала наша единственная дочь. Как же я тебя ненавижу. Ух ты, куда нас занесло? А вот ты попался, Андрюша. Никуда теперь не денешься от меня? Интересно, куда ж ты? Что ты делся? Привет, красавица. Какими судьбами в столь позднее время? Да, тут один кавалер на свидание пригласил, а я опоздала на пару часов, в пробке стояла. Пробке? В такое время? Где же ты ездишь? А здесь не было такого высокого блондина. Не видела. Видимо, меня мой принц не дождался. А ты ему позвони. А, да, к сожалению, мобильный съел. Какое удивительное стечение обстоятельств. Да, целый день сегодня не везет. Я страшно голодная. Может, посоветуйте мне что-нибудь на ужин? Желательно низкокалорийное и полезное. Ой, дорогая, я бы с удовольствием. Но кухня уже закрыта. Поэтому могу предложить только кофе или напитки. Кстати, клубничный мохито. Рекомендую. Ну, кофе на ночь нежелательно. А вот мохито хочу, но не могу. Я за рулем. Да и поздно. Пожалуй, побегу я. Доброй ночи. Доброй ночи. Не может быть. Какая же ты красивая. Ты мне врешь. Нет. Я большая, толстая и похожа на муми-тролля. Я, когда выбирал тебе этот комбинезон, думал то же самое. А что ты думал? Что я буду похожа на муми-тролля? Ты будешь самой красивой муми-тролля в мире. Спасибо тебе. Мне очень нравится, правда. Эй, ты чего? Понимаешь, я сегодня смотрела передачу про двух беременных слоних. Представляешь, они вынашивают детенышей два года. И там у одной слонихи родился мертвый слоненок. Мне кажется, это плохой знак. Не, 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 ты что? Ты что? Нет, мне так страшно. Глупышка, я никому и никогда тебя не отдам. Ты мне слышишь? Правда, правда. Правда, правда. Ты сказала, что в фильме было две беременных слонихи, да? Да. А что случилось со второй? Ну, второй были тяжелые схватки, а потом она родила здорового слоненка. Ну, вот видишь, это может сойти за хороший знак. Может. А ну, целуй меня быстро. Да чтоб ты родила раньше времени, сволочь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Иванна? Извините, что так поздно, но у меня новости. Я под вашим домом. Спуститесь на пять минут. Какие новости? Ты вообще на время смотрела, я спать собираюсь. Завтра поговорим. Это касается Кати. Я сейчас буду. А вы быстро. Давай ближе к делу. Я знаю, где ваша дочь. Выкладывай. Она прячется в вашем же ресторане. Это какой-то бред, ты уверена? На все сто. Я ее сегодня видела своими глазами вместе с Андреем. А почему я должна тебе верить? Мне не обязательно. А вот, думаю, фотография, на которой она целуется с Бондарчиком, вас убедит. Ну, что скажете? А, и когда я могу получить свой миллион? Дурочка ты, Ивановна. И фотография размытая, ничего не понятно. Фу, извините, что не включила фта вспышку. А телефончик-то верните, он больших денег стоит. Что, даже спасибо не скажете? Спасибо. Какая мать, такая дочь. О, черт. КОНЕЦ Тише, мыши. Кот на крыше. Не бояться кота мыши. А ты, Ирка, предательница. Я тебя обогрела, приютила, дала работу. А ты вот как со мной. Это мама, да? Откуда она узнала? Спокойно. Сиди тихонечко. Не волнуйся, все будет хорошо. Интересно, сколько Наташка тебе заплатила, чтоб меня продать? В какие игры ты играешь, а? Ну, ничего, скоро узнаем. Девчонки, я иду к вам. Я сейчас приду. О-о-о. Ты что творишь ночь на дворе? А мне плевать. Это мой ресторан. Я когда хочу, тогда сюда прихожу. И что хочу, то и делаю. Понятно. Какая же ты подлая, Ирка. Значит, это все была игра, да? Ты изображала преданность, благодарность. Сама готовила мне ловушку, да? О какой ловушке ты говоришь? Я знаю, что ты прячешь Катю. Но для тебя все кончено. Ты снова сядешь, тварь. Ты все сказала? Что ты задумала? Зачем ты прячешь мою дочь? Хочешь выкуп потребовать? Так вот, я никого не прячу. Катя сама ко мне пришла. И не хочет уходить. Она боится тебя. Меня? Катя все это время пряталась от Ларисы в ресторане. Она ее жутко боится. Представляешь, уже 4 месяца мается. Вот я так и знала, что вы от меня что-то скрываете. Да мы с отцом сами только недавно узнали. Действительно. Я одного вот не понимаю, почему Катя, Катя скрывалась и от тебя. И вот разве так поступают любящие люди? Мам, ты не права. Нет, ну а как? Она скрылась в день своей свадьбы. Могла бы хотя бы записку написать. Как ты не поймешь? Катя сделала это все ради нас. Ради нас с вами. Она считает, что ее мать неадекватна и способна на все. Ой, ну, может быть, Катя драматизирует. Так делают постоянно женщины беременные. Я сама такой волнуют. Да нет, Наташа, тут действительно другой случай. Лариса в самом деле в последнее время ведет себя неадекватно. Я не знаю, когда это началось, но ведет она себя странно. Лариса всегда была такой. Кошмар-то какой, а? Ну а что вы собираетесь делать? Мы собираемся тайно уехать из города, перетоп, дождаться там рождения ребенка, а потом посмотрим. Когда вы уезжаете? Завтра. Уже завтра? Да. Вещи уже готовы, я просто не мог уехать, не поговорив с тобой. Ну, я больше не буду мешать вам с Катей. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Катя! Катя, вернись! Ну, почему ты так со мной поступаешь? Лариса, Катя сбежала. Она сбежала от тебя, потому что ты монстр. Ты скоро останешься в полном одиночестве. Закрой рот. Тебя все равно посадят. Паршивка неблагодарная. Но я тебе устрою, только попадись в меня. Ты никуда не пойдешь. Ты обалдела, уйди с дороги. Сейчас ты успокоишься, будешь слушать меня внимательно. Алло. Алло, Андрюш. Не приходи больше в ресторан. Это опасно. Катя, что произошло? Я сейчас приеду. Ни в коем случае. Моя мама узнала, где я нахожусь. Андрюш, я больше не могу говорить. Я тебя очень-очень люблю. Катя, Катенька! Что случилось? Я не знаю, но похоже, что Лариса аншила Катю. Я должен ехать. Вы с тобой? Не-не-не, мама, папа. Я сам. Я перезвоню. Я слушаю, я так переживаю за него. Может быть, мы в полицию обратимся? Да не-не-не, ну какая полиция? Тогда Катю домой вернусь. Что-то. Ну, слушай, слушай, давай сделаем так. Я, в общем, поеду сейчас за ним. Я поеду за ним, прослежу. Ничего с ним не случится, не волнуйся, я буду рядом. Хорошо? Я тебе позвоню. Ой-ой-ой. Я сейчас буду говорить мало, а ты будешь быстро думать. Вот. Это заявление в прокуратуру. В нем описано, как ты заставляла меня совершать экономические преступления. На всех документах стоят твои подписи. У меня очень хороший адвокат. Я выкручусь. А вот тебя, как бывшую зайчику, посадят однозначно. Пошла вон. Зря ты так, Лариса. У меня есть еще один сюрприз для тебя. Это заявление, в котором подробно описано обстоятельства убийства Богданы Стрепетовой. Держи. Что ты хочешь? Денег? Узнаешь. Поехали. Ночь на дворе. Куда? Мой юрист работает круглосуточно. Поехали. Катя! Катя! Катенька! Катя! Катя! Ира, это я! Так, Катя, здесь нет. Иры тоже нет. Я ничего не понимаю. Может, полицию вызвать? Не-не-не, полицию мы всегда успеем вызвать. Слушай, давай так, давай я поеду, попробую найти Ларису и все у нее выяснить. Хорошо? Да, хорошо. Договорились. Черт, как он завязывается-то, а? Да, да! Ирина Витальевна, ждемся, ждемся. Так сказать, по первому звоночку я уже здесь, готов работать. Здравствуйте, Лариса Семеновна. Я восхищу. Чем? Вы приняли благородное решение? Какое решение? Тебе же сказали благородное. Да. Ты решила подарить мне свой ресторан. Воды дайте. Лариса, ты что, забыла? Ты же сама жаловалась, что не можешь вести ресторанный бизнес. Вот и решила подарить мне свой ресторан своей лучшей подруге, сестре своего любимого мужа. Безвозмездно. Ах да, забыла тебя поблагодарить. Огромное тебе спасибо за такой щедрый подарок. Сергей Андреевич, документы. Одну минуту дамы. Так. Вот. Прошу. И ручечка. Это дарственное. Подписывай. Налоги так и быть, я сама заплачу. Я не буду тебе ничего дарить. Ну, хорошо. Тогда мы поедем в прокуратуру. Она работает 24 часа. Так. Ирина Витальевна, теперь вы. Вот, ручечку. Да. Так. Поздравляю вас, Ирина Витальевна. С этого момента вы являетесь законной владелицей ресторана. Вот и встало все на свои места. Вот так. Держи. Домой доберешься сама. У меня еще дела. Почему я должна тебе верить? Вдруг ты сделала копию? По себе судишь. А впрочем, не думай, как хочешь. Пока. Предатели. Как же я вас всех ненавижу. Ну, ничего. Вы еще заплатите мне за все. Ты где была всю ночь? Змея. Я пригрела на груди змею. Ларис, что с тобой? Все кончено, Саша. Катя удрала. Ларис, что с тобой? Катя пропала, как четыре месяца назад. Неужели? Ты такой наивный. А что ты смеешься? Ты с ума сходишь? Я стала жертвой чудовищного обмана. А соучастницей которого является моя дочь. Она пошла против меня. Не забавно ли? Надо было придушить ее. Все, я не хочу слушать этот бред. Мне на работу пора. Вокруг меня одни уроды. Я не знаю, кто ее надоумил, но она ворвалась сюда среди ночи. Откуда она узнала? Понятия не имею. Но она пришла сюда за Катей. Ну и что произошло? Ну, я ее задержала. А Кате удалось сбежать. Куда она могла пойти? Одна, ночью, без денег? У нее всегда была небольшая сумма денег. Так, на всякий случай. Поэтому я не знаю, куда она сбежала. Ладно. А ты-то что будешь делать? Пока не знаю. Наверное, отдохну. Съезжу к морю. Так что, ребят, простите, но больше помочь вам ничем не смогу. Ну, что-то ты и так очень много взяла. Спасибо большое. Не за что. Да, кстати, ресторан на месяц закрывается на диротизацию. Угу. По-моему, здесь есть крысы. Так что, Дима, в ближайшее время я не хочу общаться с твоей сестрой. Я тебя понимаю. Не плачь. Андрей настоящий мужик. Настоящие мужики, они такие. Они сильные. Я всегда была против этого брака. И поэтому моя вина. Да ну, не наговаривай ты на себя. Нет. Я не могу. Я не могу больше смотреть, как сын страдает. Я помогу ему найти Катю. Ну вот. Вот и правильно. Только надо понять, где она может быть. Не знаю. Я точно знаю, что она очень испугалась, когда за ней пришла Лариса. Так. Дома постоянно должен быть кто-то. Она может позвонить. Конечно, конечно, я буду дома. Хорошо. Пойду. Вот такой она мне больше нравится. И мне. Значит, Саша, ты считаешь меня сумасшедшей? Правильно. А кто обвинит и обидит юродивую? Отличная идея. Спасибо тебе, муженек. Посмотрим. Абсессивно-компульсивное расстройство. Характеризуется развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений, действий. А также разнообразными патологическими страхами. Слишком замысловато. Шизофрения. Не годится. Не годится. Так. Маниакально-депрессивный психоз. Это психическое заболевание, это психическое заболевание, которое проявляется в виде аффективных состояний. У больного наблюдаются быстрая смена симптомов, мании и депрессии. Например, тоска со взвинченностью, беспокойством, либо эйфория за торможенностью. Так. Это уже лучше. Вот интересно. Возможно, многообразные варианты смешанных состояний. Отлично. Я вам устрою смешанное состояние. Мало не покажется. Мать мне все рассказала. Может, хватит уже сопли жевать? Попробуй на ситуацию взглянуть с другой стороны. Мы раньше предположить не могли, что все делала Ларисе, а Катя скрывается от нее. Слава богу, она жива, с ней все в порядке. Я уверен, она скоро выйдет с тобой на связь. Но ты должен пойти в полицию и обо всем рассказать. Это ускорит поиски. А если вот так валяться целый день на кровати, так, конечно, ничего не произойдет. И ситуация только усугубится. Слушай. Ты прав. Я должен пойти в полицию. Ну вот. Другое дело. Тем более, мать нам поможет с поисками. Она на нашей стороне. Да, я знаю. Она говорила. Просто понимаешь, у меня сдали нервы. Я так устал бояться за Катю и за малыша. Понимаю. Проходили. Давай, не киснем. Идем. Лариса. Пап, ну уйди. Хорошо. Я сейчас уйду. Я поесть тебе принес. Твой любимый томатный суп. И еще. Я хочу тебе сказать, не истязай себя так. Мы все очень переживаем за Катю. Но верим, что она обязательно найдется. Спасибо, пап. Ну, кушать я не хочу. Вот когда Катя придет из школы, вы меня, пожалуйста, позовите. Я должна с ней сделать уроки. Что? Ну, ты что забыл. У Кати же проблемы с математикой. Лариса, дочка, что с тобой? Я знаю, вы все меня ненавидите. А эта негодница не хочет идти домой, потому что не желает садиться за уроки. Не надо так на меня смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы мне не подскажете, где здесь находится дом Бондарчуков? Конечно, я тебе все сейчас расскажу. Вот идешь прямо по этой улице, никуда не сворачиваешь. А в самом конце их дом стоит. Собачка в соседской, если загавкает, ты не пугайся, она не кусается. Хорошо, спасибо. Тебе вредно волноваться. Спасибо большое. До свидания. Здравствуйте. Здесь живут родственники Андрея Бондарчука. Игорь Бондарчук. Субтитры создавал DimaTorzok